так давайте так сделаем собрались понеслась всем здравствуйте дорогие друзья мы с вами продолжаем прохождение игры под названием darkwood сегодня мы снимаем 10 серию предыдущей серии мы нашли доктора наконец-то мы нашли доктора мы не стали убивать мы указали ему точку на карте где находится бункер с помощью которого с помощью которого можно выбрать это не я сказал с помощью которого можно выбраться вроде как из черного леса сейчас мы это и проверим сейчас мы отправимся к петрику отдадим машину для того чтобы он все-таки построил свою ракету я надеюсь у него все получится вот свинину мы огромные убивать не будем для плачущего мальчика потому что это слишком вот на вот понеслась 10 серия darkwood мы проснулись улыбнулись так я под настроение скажу честно с открытием века плей и удобностью до платформы я чаще стал смотреть стримеров ну игра конечно чаще чем смотрю я тут фигуру понял так а мы выходили день был до день 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 так смотрите что нам нужно сделать нам надо проверить инвентарь во первых у меня здесь чем есть капкан факел в принципе все есть шина есть двустволка есть бинтов нет сделаем бинты на всякий случай так у нас кончились тряпки пройти проспиртованную сделал нас типа много самогона давайте проспиртуем бинты так будет лучше пустая бутылка вы к ним и нам не нужна пустая бутылка так нам надо отрегенить хп это раз для озон припозднились вы сегодня здравствуйте всем здорово ли озончик привет привет для озончик так привет приятное настроение славной игре а уриере привет спасибо большое спасибо большое уриере жучит делаешь это дарку да это дарку мы проходим ее дальше вы нравится игра до кучу равно сообщение пишет да да игра нравится игра классная проходим ее постепенно не торопясь все аккуратненько делаем тряпок у нас нету вот эту штучку взять собаку еще ружье продать торговцу или не надо да ладно бог с ним пока не будем у тебя очень красивая шапочка тебе идет чего ты шапочка ты уже в третьем убежище ты смелый самое сложное убежище с одним фонарем да я согласен я выживал до героя шапочка а у героя шапочка это шляпа это шляпа уверен у руере а у руере да а мне кажется ли темнеет мне кажется ли темнеет кажется темнеет по моему они мы никуда не пойдем мы никуда сейчас не пойдем потому что темнеет смотрите балдер гейтс не хочешь нет я знаю как зовут героя капитан шляпа капитан шляпа звучит неплохо принципе капитан шляпа свистать их наверх так мы поставим капкан тут потому что мало ли Да, может, что попадется нам? Вот так. Капкан на вход. Шляпа это состояние героя в этой игре. Согласен. Так, смотрите. У нас что тут? У нас здесь забаррикадировано. Здесь забаррикадировано. Генератор. Где генератор? Где генератор? Где дегенератор? А, вот генератор. Генератор, генератор. Нам надо срочно бензо... А, бензо есть. В принципе, норм. Я же правильно понимаю? Ну, вечер же, да? То есть, нам бежать-то куда-то, это... Ты очень красивое лицо. На тебя очень приятно смотреть. Правда, твой свидетель не закрывает твой инвентарь. И жизненно. Я понимаю, что красота требует жертв. Спасибо, Руери. Да, красота требует жертв. Иначе никак. Иначе никак. Так. Ты меня просто с толку взбел. Просто прохождение пойдет не по плану. Нет, не баррикадируй. Нет, нет, я забыл. Нет. В смысле? Я забыл генератор включить. И забаррикадировался. Тихо. Спокойно. Спокуха. Есть. Так. Баррикадируем. Есть. Грусть-печаль. Теперь не могу видеть чат других платформ. Не виден с твича. Что я написал, блядь. Шляпище. Ты написал, что не видишь, как он прожил так долго. То я. То я нормально прожил. Бенза еще на одну ночь как раз хватит. Гуд. Да, да у меня еще с собой две канистры-то в принципе есть. Нам надо отбиваться чем-то. Давайте мы вот так сделаем. О, вот этот звук пошел неприятный. Мы в принципе везде забаррикадированы. Что плюс-минус сломан генератор. Что плюс-минус нам поможет продержаться хоть немножко. Я предполагаю, что у тебя возможно есть дробовик. Не могу сказать точно. Потому что соблазнительство улика не дает не увидеть твою экипировку. Потому что ты прекрасен. Вот. Что значит, как прожил. Но наверняка не на кошмаре. Нет, я не на кошмаре. Да какой мне кошмар. Я на этом-то кое-как. Камеру, кстати, надо подвинуть немножко. Пока живем. Я сейчас передвину камеру. Камера немножко не там. Надо закрыть полностью инвентарь, чтобы даже намека не было на его просмотр. Вот так. Вот так отлично. Мы закрыли. Пусть это будет этот. Вот такой он интриган. Подходит. Подходит. Ой. Ну как ты прошел? Почему ты ко мне щемишь? Там же капкан. Не надо. Можно чинить. Чинить нельзя. Можно разобрать. Надо что-то подвинуть. Стул. Я не знаю, как мне это поможет. Но я попробую заварикадируется стулом от них. Зачем ты сюда идешь? Тебе тут не рады. Уходи. Уходи. Все равно вижу дробовик. Это намек на дробовик. Стоит ли мне пользоваться дробовиком или его приберечь для чего-нибудь? Да хватит ломиться ко мне. Ну не надо. Не надо, прошу. Оставьте меня в покое. Не разбирать баррикады, а разобраться с монстрами. Я не хочу с ними разбираться. Блин, там чуть-чуть осталось. Здорово, Димочка. Привет, Дим. Хватит. Давай, сука, Новый год, блядь. Держим, держим стул, держим стул. Бля, он теперь дверь ломает. А кто там так сильно топает? Может, ты бы хотел, чтобы они разобрались с тобой? Не очень хотелось бы. Тихо. А, это собака, что ли? Давай, давай. Ой. Бежим. Я буду убегать. Что за звук? Что за звук? Что за звук? Ой, это ты. Оооо. Пропусти. Мать его. Как тут выжить вообще? Как? Я испугался огромного. Ты хорошо дерешься. Неожиданно приятно видеть. Без шуток. Я хорошо дрался. До одного момента, пока меня не забили до смерти. Не, ну сволочи, не так ли? Согласитесь, это было низко с их стороны. Их двое, и я один. Это не честно. Благо, инвентарь на месте. Зажали. Два чомпера. Не повезло. Да, да и это офигеть. Это чересчур, я считаю. Это чересчур. Зажали. Инсектоиды хреновые. Сэкономил дробовик. Какой-то длинновидный, экономный, прижибистый. Они наказали тебя за жадость, потому что ты жадный мальчик. Ну, наверное, так и есть. Так, смотрите, у меня есть винтовка. Его можно починить? Ремонту не подлежит. Ну, то есть, она не подлежит ремонту. Значит, ее можно что сделать? Правильно. Пора отдать. Мы этим и займемся сейчас. Оружение не дает. Пойдем. Сними вепку с меня. В смысле? Не понял, Дип. Не-не-не. Че, не-не-не, не продавать? Винтовка в порядке. Ну, как она в порядке? Она же красная. Она без патронов? Почему тогда ремонту не подлежит? А-а-а. Без патрона. Патроны и длинные, наверное. Сейчас возьмем. Вот оборотеня патронов-то не мог дать, что ли? А я продал бы сейчас. Так, давайте посмотрим, чего торговцы есть. Мужчина хватает меня за плечо и перетягивает к себе. От него исходит удушающий аромат грибов. Дырявый мешок, прикрывающий его тело, соскальзывает, обнажая грудную клетку, покрытую ужасными наростами. Она срослась со шлемом, который пульсирует такт его дыхания. Мне становится плохо. Мужчина, не ослабляя хватку, поднимает левую руку, поднося к моим глазам голая, белая, как бумага предплечья. На нем написано. Не открывая дверь. Нужно держаться вместе. Зачем? Зачем? Патроны. У него их нет. Я уже сразу верю, у него их нет. У него нет патронов. То, что мне нужно, у него нет. Вот так вот. Она не ломается. Как бы сломалась от патронов, как бы ушли. Чтобы условно починить, нужно патроны дать. Острая пулька тебе нужна. Слева, почти внизу. А, вот это одна? Серьезно? Ну окей, он кивает. Так, хорошо. Как зарядить? А как? Вот так? В смысле? Оооо, серьезно, блин? Серьезно? А я не знал. Ладно, все, хорошо. Стул мне мешает. Спасибо, спасибо, Урэри. Спасибо. Ментовка как бы снайперка. Все, отлично. Этим мы воспользуемся обязательно. Так. Пусти меня. Пусти меня, стоп. Вот если бы не ты. Ура, приятно помочь. Благодарю, да, приятно. Приятно, что ты помог. Так, ну, в принципе. Хил есть, все есть. Я думаю, можно отправляться в путь. Она работает как бинокль. Если попробуешь отвернуть курсор на край экрана, попробуешь. Естественно. Начинается на улице выйдет. Бинокль. Сними вебку с меня. Вип. А випку с тебя снять? А нафига? А нафига, Дим? О, ну, неплохо, да. Смотрите-ка, обзор. Начальник военной подготовки для Ресла. Да-да-да. Край совсем экрана. Чего? Ну, я вот в край экрана воткнулся и все. Мне дальше не дает. Приятно, правда. Толку, правда, от этого 0? Ну, хоть что-то. Хоть что-то. Так. Значит, мы идем к Петрику. Мы идем вниз по диагонали. Поехали. Мы летим. Потому что снайперский огонь здесь странный. Ну да, я думаю, это такое себе. Вообще не понимаю, в принципе, его смысл в этой игре. Здесь всех можно убить палкой. Ты видишь, получил геник, да? Нет. Не выключил. Какие хорошие вопросы ты задаешь. А главное вовремя. Главное вовремя. Так, капкан. Поднять. Да и этот генератор, блин, тоже, мать уйти. Вот капкан, кстати, сработанный стоит. Только кто в него попался, я даже не могу ума приложить. Это был просто вопрос. Действительно. Как ты выжил? Так я же не выжил, блин. Ну, до сюда дошел. Да, я все еще не понимаю, как он так долго прожил. Да в смысле? Если так и задумал, то я не прохи. Да нет же, не задумал. Идем к Петрику. Дима, что случилось? Зачем с тебя ебку-то снимать? Что происходит? Так. Ехали. Идем вниз. Нам нужна дорога. Дорога, которая нас приведет куда-то. В этой игре очень легко выжить. Бери пример с меня. Вот уже выжил. Изумай при этом достаточно давно. Тихо. Там кто-то идет. Но мне тоже, кстати, это... Мне тоже, чтобы выжить, совсем немножко осталось. Ну, из ума в смысле. Профессиональный выжива... Выживовальщик. Он выжовывальщик. Выжовывальщик. Прожива... Вы мне язык решили сломать еще? Прожи... Проживыв... Я... Лязон. Пока я читал, я собрал грибы. Кому грибов? Я собрал, пацаны. Проживу... Проживальский. Вот проживальский легко сказать. В отличие от проживывальный. Ура! Ты собрал грибочки. Да, все для вас. Ну, давай не будем драться. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не. Не-не-не-не. Тупик, тупик, тупик. Я не хочу умирать тут. Оставь меня в покое, желудок мою. Ага. Бегаем. Просто бежим. Просто щемим. Я в прошлый раз спасся с бегством. Теперь у меня есть грибы. Ура. Спасибо. Отнеси Гуга. Мне кажется, у него трава уже закончилась. Гуга уже не нужна травка. Можешь расслабиться, киухо. Так, у нас здесь, кстати, рядом этот. Рядом дом. У тебя есть таланты? Или ты бесталантный? Это клавишу Ку. Есть таланты, но они какие-то бесполезные, на самом деле. У меня есть третий глаз и есть бегун. Вот. Ну, бегун, кстати, бы сейчас понадобился, на самом деле. Привет всем, Руслан. А чё, зрители не ставят лайки, а мне снова позвать моих питомцев, чтобы вас испугать. Если не хотите, то быстрее ставьте лайк за прохождение выживания. Да, кстати. Да, кстати. Не забываем. Опа, у меня здесь тоже инвентарь есть. Так, возьмем тряпочки отсюда. У меня есть, кстати, магазин среднего калибра. Куча бензина. У меня есть тоже дофига всего. Вопрос, нужно ли мне это. Так, нам надо захилиться. Нет, мы сделаем обычный бинт. И обычным бинтиком сейчас быстренько похилим. Вот так вот, оп. Тихо, спокойно. Бегун это прям ах и вау. Третий глаз мне очень нравится. Можно ли объединять неполные канисты бензина между собой? Или таким непосредственно не занимаешься? Можно, да, я знаю, что можно. Но на данном этапе зачем? Как бы... Как бы вот. А то, что там валяется, да и пусть валяется. Места полно, поэтому не страшно. Трехглазый. Это типа оскорбления для носителя волоколя. Но я не думаю, что это оскорбление. Так, где Петрик? Дом Петрика. По дороге. Идем по дороге. Просто я не вижу все твои карманы, вот. Не-не, я знаю, что можно кани переливать бензинчик. Туда-сюда оттусовать. Это мы все знаем. Спасибо. Трехглазый? Трехглазый. Смотри, зрение не испорти, а то очки себе ты хер найдешь. Почему? Я думаю, на заказ можно сделать. На заказ можно сделать, я думаю, на изи. Да, да, да. Вау, я тебя слышу. Я знаю, что ты недоволен там чем-то. Но нас это не волнует. Мы идем к Петрику, мы несем ему покрышку. Просто я не вижу. Так, а кстати, по поводу покрышек. Можно мы с тобой договоримся, если ты умрешь, то ты негодник? Так я уже умер, получается, я уже негодник. Так, окей. Петрик? Ты дома? Петрик? Последний раз я с Петриком в комнате закрыл собаку, кстати. Давай-давай договоримся, умру, значит я негодник, все. Здорово, мужик. Как ты? Показать предмет. Шина, на, держи. Шасси космической ракеты. Да, ну наконец-то, теперь у меня все есть. Иди уже. Ну уходи, ну пожалуйста, мне нужно установить детали в мою прекрасненькую ракету. А потом... Иху! Я буду летать. Я тебе помашу оттуда, где не ступала нога еще ни одного человека. Понятно. Всего хорошего. Карта старой рощи. Мне не надо, я все знаю уже. Провод. Детали. Цепь. Хлеб. Хлеб, там ты есть. Бедный Петрик. Да, пусть летит. Пусть летит, что поделка? Ой-ой-ой, как хрустит неприятно. Мы помогли Петрику осуществить его мечту. Исполняем мечты на стриме, как бы. Интересно, как расположен третий глаз? Нет, Кирюха, интересно не как он расположен. Интересно, где он расположен. Это совсем другое. Бедали. Вот ты думай, подумай. Сварочный аппарат. А как по мне, это бензонасос или фен. Мне что-то дали? А, серьезно. Сварочный аппарат дали. А что варить-то? Что варить будем? Кстати, олени прибегли. Опа, грибы не надо, грибы не надо. Грибы не надо. Уходим. Собака. А кто? А, здесь лагерь с этими дурочками. С нищими. О-о-о. Тихо-тихо-тихо-тихо. Спокойно, спокойно, братишка. Давай-давай-давай. Давай, файт. Оп. Давай-давай. Оп. Ха-э. Давай. Оп. Тихо-тихо-тихо. Я не туда повернулся. Куда? Стой, погоди. Ну так нечестно. Вот так, держи. На-на. Прилег. Голожопый. Так, тряпочку мы заберем. Тряпочку нужно. Так, грибочки мы обходим. Чай заварить. Третий глаз в твоей шляпе. Ведь ты шляпа. Звучит как-то странно. Ты шляпа. Это вроде оскорбления, а вроде и нет. Так, бежим по лесу. Я труп, да? Я труп, да? Труп нет? Труп, да? Мру нет? Мру нет? Вроде не должен. Бежим. Это был лагерь волка. Правда, судя по всему, там его там уже нету, да? Нет, он в это, в собачьем проходе каком-то. Ой, в смысле не в собачьем проходе, а в сарай, где куча собак. Он сейчас там тусит. Так, окей. Открываем металлическую дверь. Разбежались пауки. Я иду. Шляпа не оскорбление. Это синекдоха. Синекдоха? Звучит. Это почти как дохо. Только синекдоха. Руслан, откуда ты достал эту тряпку? Я не видел у того бомжа карманов. Так, я не достал ее. Я ее снял с него. Можно так сказать. Так, мы тут, нам тупо прямо. А если серьезно, ты не тот капитан Шляпа. Ты, как это, horrible high-leveled domination. Типа себе. High-leveled. Horrible high-leveled. Ладно, убедил. Ну да, ну а что? Ну, главное, что тряпка есть. Мы ее проспиртуем, Кирилл. Не переживай. Я думаю, мы инфекцию... Нет, ты себя видел, да? В игре, в смысле? Нет, не видел. Я не помню, как я выглядел. Так, я где? Да, в игре. Увы, очень жаль. Да я что-то не помню. А мы видели себя в игре? Реально кто-нибудь помнит? Или ты помнишь? Мы видели себя в игре? Я его тоже не помню. Как будто ее не видели. Так, куда-то сюда. Да, вот оно убежище. Та-а-а-а-а-а. Здесь где-то доктор должен быть, кстати. Где спуск подземелья, должен быть доктор. Свинарник. Ты ведь там был на карте? Свинарник, да, был. Я свинья, что ли, получается? Или что? А где доктор-то? Доктор, а ты где? Нужно взять с собой все необходимое. Назад я могу не вернуться. Да-да, у нас все есть. Где доктор? Типа вот так и все. Там около геника есть зеркало. Ты его пропустил, наверное. А, да, кстати, я там не был, не смотрел. Чуть не понял. Доктор ждет тебя. Понял. Можешь идти просто. Услышал? Так, нам нужен факел. Потому что здесь я ничего не помню. Ничего не вижу, ничего не знаю. Все, факел есть. Пойдем. Доктор, я иду. Я надеюсь, мне фулл-хпшка не нужна будет. Они уже бегут по вашему дому. Приготовьтесь неприводимыми к непредвиденным последствиям. Ты пощадил его, ты няшечка и пусечка. Согласен. Доктор. Окей. Идем. Ну, идем. Так. Попросить доктора вставить ключ. Опа. Давайте быстрее ставить лайки. Да. То, стас это... Не, блядь, стоим. А кто? Это доктор щеманул? В смысле, док? Погоди. Здесь надо там полутать и смотреться, нет? Ты можешь стоять, если хочешь. Время-то не идет. Да идти-то не идет. Огромный корень. Из огромного корня медленно сочится белая мазь, которая будто направлена какой-то невидимой силой. Течет вдоль коридора. Кто-то, наверное, еще шевелится там под землей. Чего? А, это кто говорит? А, это люди разговаривают? Мужчина, говорите. Подходя к развалинам, я бы что-то споткнулся. Странный мягкий предмет. Прикольно. Страшный крестик. Тоннель завалил недавно. Торчащие щебнеметаллические части арматуры еще не успели зажаветь. Посмотрев здесь, я заметил силуэт лежащего человека. Мужчина это мужчина. Фигура резко дернулась, будто вырвались с глубокого сна. Кто идет? Я слышу слабый, искаженный мужской голос. Ты? Ты один из них? Мужчина пытается встать, безрезультатно. Я наблюдаю, как он отчаянно машет конечностями. Все это выглядит так, будто он приклеен спиной к земле. Нет, умоляю. Когда я подхожу ближе, он начинает нервно перебирать ногами, будто пытаясь отползти вглубь заваленного тоннеля. Я ничего не сделал. Умоляю. Я хотел только пройти. Вернуться к себе. Дерево перегородило единственный выход. Единственный путь домой. Громадное, говорящее дерево. Я умолял его просить дать мне пройти. Но оно не слушало. Дерево что-то говорило. Но я не мог понять, что. И вот мы оказались здесь. Мужчина оперся на локти, прикладывая неимоверные усилия. Он пытается подняться. Но видимо что-то держит его за спину и шею. Я не могу. Не могу встать. Он тяжело упал на щебень и замолчал. Его ладони сжались кулаки. Моя голова. Болит. Он прикоснулся рукой ко лбу и нащупал странную ямку над левой бровью. Замер. Что? Что это? Мужчина осторожно засунул указательный палец в отверстие на лбу. У него задрожала века. Камушек? Я услышал звук, похожий на отрезк яичной скорлупы. Лоб под напором руки немного вогнулся. Незнакомец воткнул в отверстие второй палец и из раны полиснула густая слизь. Я слышу, как хрустит череп. Маленький камушек. Мужчина вытаскивает из ямки пальцы, с которых стекает бесцветная мазь. Что-то у них держит. Вот почему. Он размахивается и левой рукой бросает в мою сторону то, что достал из черепа. Маленький бесформенный шарик отскакивает от моего плеча и падает мне прямо под ноги. Похоже на пулю. Но почему она мягкая? Это... Это меня усыпило. Голова мужчины безжизненно падает на бетонный пол разрушенного тоннеля и неподвижно замирает. Внезапно за спиной раздается грохот бронированной двери. Я слышу отдаляющиеся шаги. Это доктор. Я не понял. Доктор сбежал. Опять сбежал, сволочь. На двери виднеется огромная надпись. Запретная зона. Ржавый колокольчик. Гнилый грипп. Пока. Ржавый колокольчик. Некуда класть. Я не понял, это доктор или чего. Повчина за прайс передаю. Ты хорошо считаешь. Спасибо тебе за это. Большая редкость. Обычно считаются трудом и кое-как без шуток. Благодарю. Благодарю. Жесть. Жесть. Что здесь еще на Лигурии? Аж аппетит разыгрался. Алязон. Я не понял. Я хотел пой... Я хотел только пройти. Я понимаю. Вернуться к семье. А мне-то что делать теперь? Я тоже хочу только пройти. Вернуться к семье хочу. Пустите. Пустите пожаре. Куда доктор слинил, гад? Блин, надо было его все-таки убить, наверное. Он меня кинул или что? Так, окей, проходы. Че-то горит. Убивать в этой игре скучный кис. А, вот с ним мне че делать? Его тоже не убивать? Страшно. Так, глаза вижу. Это че, ухо или нос? Тихо. Я с чем-то мог интерактировать. На рост осмотреть. Странный органический на рост. Нормально. Когда игроки боевут по воде, чтобы она не тратила быструю вынослись, они обычно поворачиваются задом и нажимают много раз control. Правда, это не атмосферно, вероятно. Но я тоже так думаю, зачем? Убивать в этой игре скучный кис. С ним тебе ничего не делать. Эта игра тебя только готовит к тому, что будет на следующем уровне. Серьезно? Это теперь следующий... О! Это... Да не... Да не конец? Мягкий организм, вырастающий из-под земли. Так, окей. Опа! Странный камушек. Блестящий камушек. Что это? Блестящий камешек, привязанный к деревянному крестику. Отлично. Тело осмотреть. Иссохшееся тело какого-то человека. Кожа и кости заросли корнями. Тело удивительно хорошо сохранилось. Во лбу у него маленькое отверстие. Наверное, труп лежит здесь года два. Главное, нам здесь не лежать года два, я думаю. Опа! Лестница. Куда мы пришли? Вы собираетесь играть в сложную игру. Ладно, мы это читали уже миллион раз, не будем. И это переводится с языка игры как Видишь, что в воде? Ты понял, да? Эта игра тебе говорит, мол, пойми, в воде всякая шмяка и водится. Ну да. Согласен. В воду лучше не лезть. В воду лишний раз не лезем. Я, если честно, думал, что типа мы вот-вот уже закончим прохождение. Глава вторая. А ладно, мы не будем сами себе спойлерить, не будем узнавать, сколько было всего. Новые записи в дневнике болота. Открыто новая локация, убежище. Так, я понял, мы теперь вышли, наверное, в какую-нибудь другую часть леса. Но болото, вот отлично, да. Где мы еще не пропадали? Конечно же, на болотах мы еще не пропадали. Сломанный компрессор, осмотреть. Прижиманный компрессор для оправки баллонов кислородом под высоким давлением. Скорее всего, можно починить. Так, надо какую-то насосную станцию. Смотреть. Видели, видели уже. Так, теперь мы будем выживать на болотах, судя по всему. Так, окей, это что такое? Газовый баллон. Удар по баллону выпустит газ под высоким давлением. Окей. Так, ага. Понял, ты не подглядывай. Шкаф. Окей. Мне нужен верстак. Где тут верстак? Шкаф обыскать. Окей. Верстак. Все, окей. Верстак, верстак, верстак. Давайте сразу сложим то, что нам пока что не очень нужно. Это мы тоже положим. Тряпочку мы себе оставим. Это мы оставим. Оружейные детали. Так, дробовик у меня с собой на всякий случай. Факел нам пока не нужен. Здесь как ночью выживать-то в этом? Вот в этих болотах как выживать-то? Да потому, что ты чудище. Зато шляпе. Да я не знаю, я чудище или кто. Ты можешь лечь и лежать года три или пять. Тебе за это ничего не будет. Опять же, потому что ты чудовище. Если честно, без шуток. Так. Что за спойлеры? Я не чудовище, я человек. Я человечище. Я человек. Деревянная дверь. Так, окей. Здесь слишком напряженная обстановка. Заперто. Нужен ключ. Так. Болото прям как... Ага, опа, болото. Мой нюх на соус лайки. Учу знакомый с мрад. Господи, мега. Кто пошел куда? Мужики, не ходите тут. Это мой дом. Это мой дом, а не ваш. It's my house. Так, печь. Нам надо... А, она уже разогрета. Окей. Ты можешь нажимать shift и кликать на предметы, чтобы мгновенно перемещать между карманами и верстаком. Правда, может это тебе не нравится, я не знаю. Ты чудище. Принудостаточно уродливая. Нам абортинг говорил, что он мясо. Да, я мясо. Я мясо и еще. Приятно познакомиться. Да, хватит подглядываясь. Там не подглядывай. Не подглядывай. Шкаф. Тряпка. Тряпка сюда. Спички сюда. Окей. Древянная дверь. Угу. Понял. Ты не спойлеры. Могу посмотреть в зеркало в первой главе. Мясо тоже сойдет. Ты не помешив. Ты не пойми, что... Потому что вообще. Кто пошел туда, это уродливый имбент. Это персонаж. Здесь звуки такие. Это мое болото. Чего это? Это мать. В смысле? Там живой сундук. Мы посмотрим. Сундук покрыт странной черной оболочкой. Чтобы его открыть, нужно сначала избавиться от этой субстанции. Понятно. Ну ладно. Пока не будем трогать. Уживет, как говорится. Так, ну в принципе, мы все смотрели. Давайте посмотрим, что у нас тут. Междометие пропустил. Какое? Теперь ты не просто чудище. Ты болотный угр. Шрек. Знаешь, не хотел бы увидеть мясо. Гуляй по городу. А чудище хотел бы увидеть? Кирилл. Каким меня считают? Живые сундуки. Болото. Наверное, это мой рай. А кто здесь квакает? Так, туда нельзя зайти, но там что-то происходит. Я об этом и говорю. А на болотах там что делать? Так, ну понятно, здесь тоже грибочки, водичка. Все это есть. Живой сундук с черной оболочкой, которая сваляется от света. Тебе не просто так это показывает. Предупреждаю. А-а-а. Мне надо на него посвятить. Ну-ка попробуем. Да, я застрял опять. Так, что нам нужно взять? Факел. Он от факела растворится или нет? Или надо вот этот фонарь брать? Сейчас мы проверим. Опа. У. Факел погас. Замечательно. Замечательная игра. Пойдем в один фонарик. У меня есть фонарик. Не бей. Просто свети. Понял. Ну, у нас же есть еще такая штука. Сигнальный факел. Давайте попробуем. Так, не понял. Вот так. Пойдем в сигнальный фонарь. Я не знаю, что работает, а что нет. Да, мы сейчас и разберемся. Собаки лайки. Собаки опять лайки. Пойдем. Факел точно работает. Ага, это тоже работает. Я слышу, как они горят. Эй. Окей. Открываем сундук. Собаки лают это эмбиент тоже. Понял. Так, здесь что у нас? Бутылка с газом. Бутылка с токсичным и легковоспламенеющимся газом. Я так понимаю, на этой локации будет много всяких вот этих вот чудовищ, которые, которые, ну вот эти вот. Записка. Окей. Я могу разобрать только некоторые слова. Оболочка, вязкая слизь и свет. Ну да. И вправду меня подготовили к тому, что будет дальше. Генератор. Окей. Бензин вроде в геннике есть. Газовые баллоны мы пока не будем трогать. Я так понимаю, по ночам к нам будет приходить теперь какая-то слизь. Будет приходить слизь. Будет от нас что-то требовать. Так, бензин перелили, канистру выкинули. Отлично. Факел мы сигналом ставим. Бутылку с газом пока положим в инвентарь. От нее, я думаю, пока не очень много смысла. Так, починить предмет. Мы не можем. У нас досок нет совсем. Досок совсем нет. Пусть думают, что в округе что-то страшное. Ну не порть саспенс, йотить. У тебя хорошо получается. Мне кажется, скоро станешь негодником-негодным. Типа помру, да? Пусть думают, что в округе нечто страшное. Так я так и думаю. Даже если это и эмбиент, я все равно реагирую. Я... У нас довольно-таки впечатлительные. Так, колодец построим. Доски надо. Досок нет. Нам надо раздобыть доски. Пойдемте искать доски. Так, мы где... Давайте как раз-таки и болото вот эти вот и обойдем. Посмотрим, что колодок у нас. На самом деле, самое страшное в этом лесу это ты. Спасибо. Самое страшное в этом лесу это я. Ну запомни. Так, 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 так. Открытая новая локация. Деревня. Деревня. Трудности с переводом или это реально деревня? Что это? Ага, понял. Серьезно? Ебать. Убить. Бать, ты уверен, что самое страшное это я? Взывай яндекс за ставку. Да не надо со мной гнаться. У-у-у! Так быстро! Уйди! Ебать. я так понимаю мне надо победить для чтобы вы не надо похилиться врубай факел дик это какая-то хрень который вряд ли он с факелом цвет сейчас я и дам на мне надо понять сильно это враг или нет я могу понять это только ударив его доской по лицу ну типа стоит ли мне использовать огнестрел я не знаю пора и еще нет она не найдет но не ищет или нет цвет охренеть какая огромная страшная штука так тихо глаз не пугай меня не пугай глаз метод старый счет ты где царе дверь сломал и ушел трус вот труса вот трус трус ля вы и да нет нет счета черного до счета нету но он какой-то огромный так какие руины у нас руины увидели фильм у холмов есть глаза новая часть уру инди глаза так таблетки сигнальный факел фонарик отлично так я это не могу до пройти до смыслами съесть чему заперта можно открыть с помощью отмычки нет отмычек кажется там кто-то песни поют здесь просто здесь просто миллион звуков этой локации знаете те три локации которые были до этого кажутся каким-то детским садиком на фоне того что я слышу тут локации руины тебе игра напоминает намекает что ты руина помог здесь холмы у руин есть фонарик хорошо что это не ловушка правда ну да я думаю это хорошо но вопрос как долго это будет оставаться не ловушкой потому что и когда у меня будет отмычка я что зайду правильно что будет дальше тоже совсем другая история так ладно здесь мы все обыскали здесь значит давайте в левую часть сходим в левый стопудово тоже что-то есть и сесть правый значились в левый но это логично важно будет оставаться не ловушкой всегда есть на не вернешься а я вернусь я по-любому туда вернусь так честь у нас почему-то это похоже на очертание огромного человека мне кажется так он понятно так вода смерть по воде лучше не ходить я так понимаю мы изучаем местность здесь пусто просто поле если ты вернешься надеюсь что ты из неприятных ситуаций ловко извернешься естественно у нас как бы другого-то выхода нет мы из всех неприятных ситуаций стараемся ловко извернуться вода не смерть отвлекся надо там есть всякая а иногда нет всякая всякое такое интересное да весь выход стать негодником помирить что ли а чё толку то ну помру и помру так я же оживу упа упа спрятали капкан вы думали не замечу крокодил так получим предмет металлолом так а это чё а это мой дом я вернулся к дому идем дальше так окей здесь нужен огонь да чтобы вот эту всю штуку то там ты оживешь на станешь негодником это будет навсегда вряд так тихо 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 локация другая собака тоже пес я ловкий ты нет смысле понял понял а чё теперь это не работает там сработало здесь нет что фонариком посвятить да фонарик посвятить толку нет я хорошо получилось правда это не огонь это свет но не огонь так я же и этой ракетницей спокойно сделал все дела там с сундуком чем не нужно для приготовления досок нет вообще блин досками беда на бубус взять и черный щит и зеленая жижа тут нужен или бензин или спичкой или факел или молоко упомя мало того что морда не вышел еще и умереть не может вот вот мне очень хочется попасть у меня кстати молотов есть давайте за юзи так я надеюсь он все сожжет же или нет сюда ну ладно нормально мы снизу по идее можем пройти всем обойдем грибочки сделаем вот так ну да да у меня есть окно зачем мне ваши вот эти вот откроем ящик смотрим сдук черный щит тьмы а этот нет так окей чё тут нас бутылка с газом куча табли тосов а что таблетки ты даю на место то в инвентаре мало надо было наверное подсуетить только с газом самогон самогон так давайте мы самогон положим в самогон бутылку с газом положим сюда бензин положим сюда и остаются таблетки hill килловые таблеточки чего можно избавиться так чтобы ну вот не жалко было они от чего нельзя этим вот так сделаем за юзами таблеточку 1 хорошо и вылезем от тебе игра дала много будут сказаны нас оскорбляют что мол любим партии воздух но в это вряд ли а чего можно избавиться можно избавиться от своей шляпы и дробовика не 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 этом оставим без этого никак и стать еще куча же баллонов с газом так еще одна локация еще не руины руины значит у меня вопрос здесь куча баллонов с газом их можно таскать вопрос сильно ли они мне пригодятся коллическая дверь ведьме ты дверь чем-то подпёрта с обратной стороны действительно до игра во всех локациях дверь открывается в разные стороны вперед и назад куда угодно здесь и и блин чем-то подпёрли типа я на себя не могу и так газы баллон дар по баллоны двигаться высоким давлением что за газ то блин где хоть объяснили бы я вспомнил не уже еще и три глаза конечно мне бы деревяш за звук что-то непонятно небе дерево найти а дерево тут на масле посему можно станете баллоны как капканы понял так нужно вернуться убежище пока еще не стемнело понятно без дерева без ничего ой учить берешь себе в карман а потом устанавливаешь до внутрь комнаты сразу что звуки сколько много новых звуков прекрасный уровень прекрасное болото тихо 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 так идем домой нам надо включить генератор это раз и его пили чиньтесь пилин чинь мало ли а вдруг положили а где генератор был не помню 10 ним кстати бензин есть так окей огроменный генератором мне нужна комната с лампой любом случае давайте залезем в окно так здесь нас металлическая дверь и и вроде как не разломать здесь у нас открытый проход чем бы его прикрыть так хорошо здесь тоже все разбито здесь тоже все разбито где прятаться то первую ночь здесь тоже все с полом это там темно ну как бы наверное типа лучше этой комнаты нету будем стоять тут сейчас и так поставим аккуратненько стульчик интересно пора использовать дробовик или нет ночь на болото первая ночь на болото так капканы берешь себе в карман потом устанавливать сюда внутри комнаты сразу ну и стреляет что пистолетом бум и так перечислим все его недостатки морды не вышел три глаза не может сдохнуть и носит скорее всего не очень прикольную шляпу скорее всего стала 4 недостатка звуки тебе предупреждают что будет если подойдешь вести нравится в dsm мазохизм боль все дела то подойди нам все это нравится на подходим пока не будем ну серьезно сейчас моргать вздумал у меня тут интересно в первую ночь типа будет скидка диван тут недавно давайте вы не будем сильно кошмарить или пофигу да пофигу да вот серьезно чё еф чего ты кто вра вара очень странные дела конечно в первую ночь я думаю что будет я надеюсь ты не прав на всякий случай бы дробовик себе положил вернись к нам там пишут вернись а это из радио что ли было вра это он настраивается пытается поймать волну точно да я сначала не понял что это из радио то звук а потом как понял начал не будем как понял довольно таки спокойно пока где тут дерево искать на этой локации типа блин на тех блоках там прям недалеко от убежища деревяшки были все здесь нифига нету просто буду стоять не двигаться я не буду у них их звуков издавать ну типа в надежде на то что мне не услышит тебе здесь никого нету а чё такое почему дым идет из но начинается серьезно нормально же стоял не надо не трожь сиденье серьезно вот так вот нормально а если ты выживешь тебе доставку отправят я думаю да должны ну если типа я живой значит есть получать или начать клиент поэтому должна быть доставка вот если помру наверно вряд ли печку зажег до печка зажжена все нормально проверял его отправят доставкой печь когда сразу горит меня отправят доставкой и себя выживу я думаю все нормально должно быть мне не нравится что здесь других карт нельзя инвентарь забрать блин нафига там все это собирал экономил что-то там копил мог ведь развлекаться бегать с дробовиком я-то думал это навсегда там кто-то щемит я слышу если выживешь то никакой доставки ты сам будешь доставлять а факел то в руки возьми а факел это у меня нет ли фонарик возьмем факел и нет факел сгорел нужно дерево дерево нет дерева не нашел на болотах деревень растутся письмо лишь возьми факел потратит много слишком такого вообще нету что значит многос в смысле чё это так чё оооо блять серьёзно нахуй чё происходит мне просто бегать от него а он плюется ебать ну доброе утро ха 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 wake up самурай вот и хватит пожалуйста блять детьми глазами меня пугать так у всех есть собираем рюкзак и уходим мне не нравится болото это не очень нехорошая локация пожалуй мы уйдем куда-нибудь увидимся с вами в следующей серии блять всем всего хорошего до свидания всем пока так твои новые друзья ура ты рад убить склопин другопашный ты берсикер бешеный если решил знаешь что ты а знаешь да я знаю я негодник так я эту блять здесь так видите половица скрипят как будто кто-то попукивает двигает смотри в чем прикол прикол в том что я вижу эту склопендру первый раз я понятия не имею чем ее убивать поэтому ну негодник и негодник ну господи ну не страшно это же все ну такое так бутылки с газом сюда сюда таблетка чё ты зачем я выпил объем легких величий понял чё она делает понял чё она делает так спички таблетки давайте таблетки пока выложим у меня тип еще бинтик есть бензин пока тоже выложим вот это все вот так возьмем все норм плоская таблетка белый дубонскую нослись временной да я уже понял уже прочел мы пойдем в этот пойдем искать дерево нам без дерева вообще аврал будет а по какого прикольный зеленый свет да пойдемте немного по разведаем нужно дерево где-то добыть дерево вообще душняк а по дерево хорошо гвозди тоже хорошо окей тебе предлагали торговать это голову а точно мне предлагали торговать но скорее всего уже там нету его этого торговца да я его не заметил если честно я был слишком увлечен древесиной которая мне нужна так гвозди окей так грибочки грибочки соберем торговец такой стой сука куда а я уже ушел меня уже нету я уже так вот тупо дверью хлопнул давай салам алейкум позвонишь когда наберешь меня где-то собаку убили по-моему как много дерева то стало я пожалуйста что нет дерева тут очень много дерева теперь гвоздей кстати ты не тупо умный так ну все место нету гвозди пока заберем 50 гвоздей мы сейчас это блин да надо все дерево забирать что выкинуть сигнальный факел все проваливаем нам не нужно нас через все идем в этот дом сейчас напилим деревесины как застроимся как все починим там но я запомню это место здесь много дерева кстати драться с кусаками собаками в воде сказка и против склопендри в воде ах и вау гу 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 она такая ну вот без шуток понял склопендри я так понимаю вообще драться не особые варианты есть и проще стрелять наверное так шкаф обыскать смысле он пустой так окей поехали пила значит у нас есть раз мы тут дерево по накидаем доставай давай 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 два три все дерево по накидал да господи нам надо печку печь грибочек в печку окей драться склопендри можно только если ты проклятый задор ты пробовал много чего раз но мне пока нельзя так берем бензин склопендри в воде говорит сейчас я залезу в землю и вылезу у тебя из спины и блять и все да все наливаем пилу прям полностью сейчас заправим и я хотя не полностью не будем я не знаю насколько я в этом убежище правильно так все мы значит теперь пилим мы теперь напиливаем много дерева поехали поехали раз два три четыре пять шесть поехали серьезно бензин так быстро кончился давай еще налив так как в мультик тридцать досок тридцать досок сразу изи сходу доска так поехали значит мы для начала сделаем факел сразу сделали факел раз бутылку выкинули два у нас осталось двадцать девять досок у меня нужно бежать и славен моден и хорош надеюсь видите основа да прибудет с тобой шляпа спасибо урой спасибо давай тебе хорошего чего-то там что будешь делать тоже заходи возвращайся не забывай ну наконец-то ну наконец-то да нашел я дерево значит нам надо что-то чинить как здесь что-то чинить надо деревянная дверь вот этот проход мы можем починить или нет судя по всему этот проход не чиниться нам надо что-то где можно что-то чинить вот проход чинить окей чини хорошо здесь можно чинить отлично окей есть шкаф окей окно забаррикадировать не знаю как не это спасет учитываешь это херня из пола вылезла просто есть смысл баррикадироваться тут ну типа да я забаррикадировался но это херня она же типы но вы понимаете все я все застроился что мог просто 19 кусков дерева труху в труху просто покрыта толстым слоем пыли похоже что им давно никто не пользовался несмотря на это она пахнет горелым пластиком и выигрыш ими проводами но эти баррикады для тебя чтобы убежать не смог спасибо что это кстати об этой я не подумал так печь окей сохранение прошло ну чё я думаю как бы ну достаточно мы сегодня побегали в дарк воде много чего увидели посмотрели я думаю вернемся к этому уже следующем прохождении вот поэтому я всем хочу сказать огромное спасибо за просмотр пишите комментарии ставьте лайки подписывайтесь на youtube и приходите на стримы каждый день 7 либо 8 вечера в москве вот всем огромное спасибо и всем пока до следующей серии